Сегодня на пункте техосмотра предприятия Лавинск Техсервис нет привычной длинной очереди из автомобилей. Прохождение ТО с нового года стало проще и быстрее. К тому же, благодаря нововведениям, существует даже возможность предварительной записи, в том числе и через интернет. С 1 января предприятие перешло на 7-дневный рабочий график, что позволяет автовладельцам проходить техосмотр и в выходные. В день здесь готовы принимать около 100 машин. На одно транспортное средство тратится не более 30 минут. Предприятие имеет аккредитацию Российского союза автостраховщиков и все необходимое оборудование. Все работы по диагностированию в нашем районе мы можем провести и охватить всех абсолютно граждан нашего города и района. Проверяют в первую очередь тормозную систему, рулевое управление, внешние световые приборы. Наличие аптечки уже не требуется, но, например, огнетушитель должен быть объемом не менее 3 литров. Требования несложные и выполнимые. Как признаются сотрудники предприятия, большинство водителей серьезно относятся к техническому состоянию своих автомобилей и положительное заключение прохождения техосмотра получают с первого раза. Все зависит, конечно, от самого водителя. Кто как относится к своему автомобилю. То есть, кто следит за техническим состоянием, никаких проблем, я думаю, в прохождении у него не возникнет. Выдавая диагностическую карту, а затем и талон техосмотра, предприятие берет на себя ответственность за исправность автомобиля. Именно поэтому для страховщиков так важно, чтобы на аккредитованных предприятиях работали опытные техники-эксперты. И совсем недопустимо, чтобы талон техосмотра выдавали без диагностирования. К тому же, сам талон без подписи техника-эксперта считается недействительным. Поскольку ответственность на себя берет за лицензирование Российский союз автостраховщиков, за лицензирование предприятий, то именно с этими предприятиями мы и будем работать. Значит, наличие лицензии обязательно, наличие технического оборудования на этом предприятии обязательно, диагностическая линия. И, соответственно, обученные специалисты, квалифицированные специалисты, которые как должно проводят этот техосмотр. Вот эти вот талоны с диагностической картой, приложенной к талону, будут действительными, будут нами приниматься. И при наличии такого талона страховая компания берет на себя ответственность за действие и движение страхователя на дороге. Надежда Бурджанадзе к вопросу о прохождении техосмотра своего автомобиля отнеслась очень серьезно. Не пройдя его первый раз из-за неисправности тормозной системы, она приехала снова и очень рада, что ей вовремя указали на технические проблемы. Ну, как бы не относиться к состоянию своего автомобиля неответственно. Если я вот не знала, допустим, приехала на техосмотр, я не знала, что у меня там поломка есть. Был неисправный тормозной шланг. Если бы я его не выявила, значит, я бы могла где-то попасть в аварию. Но из-за того, что у меня техосмотр осмотрели, указали, где что, все, я поехала, исправила его сегодня на второй заход. Пройдя полное диагностирование, любой водитель может чувствовать себя спокойно на дороге. И даже став участником дорожно-транспортного происшествия из-за неисправности авто, всю ответственность за последствия на себя берет страховая компания. Чего не скажешь о тех, кто приобретает талон техосмотра, не пройдя систему диагностики, дав расписку о взятии на себя всей ответственности в подобных случаях. Человек, который получил таким образом эти документы, абсолютно не знает, исправлено его транспортное средство или неисправлено. По всем законам, если мы, наша организация, выпустила на дороге транспортное средство неисправно, но дало ему талон, всю ответственность за последствия по закону несет наша организация. Те организации, которые с нарушением, на наш взгляд, выдают эти документы, они полностью перекладывают ответственность на граждан, на владельцев, давая какие-то расписки, что они ни за что не отвечают. Если авария произойдет в результате неисправности в транспортном средстве, то ответственность должна нести компания, которая проводит технический осмотр. Значит, если талон такой выдан незаконно, то тогда получается, что страхователю некому предъявить свои требования, и никто ответственности нести не будет. То есть это будут прямые расходы. Если это связано с жизнью и здоровьем, то мы можем представить, какие будут последствия. Чтобы обезопасить себя от неприятных ситуаций на дороге и быть уверенным в исправности автомобиля, достаточно потратить всего полчаса личного времени и 650 рублей на оплату диагностики. Цена нашего технического диагностирования здесь, согласно приказу КК по тарифам и ценам, 651 рубль. Мы не берем никаких комиссионных, мы не берем никаких дополнительных оплат. И можете и на нас, и в нашем предприятии застраховаться тоже, потому что у нас работают представители всех страховых компаний на нашей территории. Чтобы вообще не ездили операторы, они сказали, приезжайте к нам, полный пакет документов получите у нас. Жанна Выборг, Георгий Сопов, телекомпания «Алабан».